Детский лагерь Дети отдыхают здесь с начала лета. Еще 9 июня в ходе первой проверки выявлен ряд грубых нарушений. 15 июня суд вынес определение к немедленному устранению выявленных нарушений закона. Но организатор отдыха, Центр народного образования и физическое лицо, собственник земельного участка, не выполнили постановление суда. Очередная проверка 6 июля вновь выявила многочисленные нарушения. В ходе проверки назорным ведомством выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. В этой связи прокуратурой направлено на суд исковое заявление с требованием признать деятельность лагеря незаконной и прекратить ее. В настоящее время судом вынесено определение о запрете деятельности лагеря. Органами системы профилактики 16 детей передано законным представителям, 23 ребенка размещены в МАУ Загородный лагерь «Салют». Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По версии следствия, директор Центра народного образования организовал на территории домовладений, расположенных на участках деревни Соболево Киморского района Тверской области, деятельность по предоставлению услуг летнего отдыха детей без необходимых на то лицензий и разрешений, тем самым нарушил нормы требования федерального законодательства. В июне текущего года судом деятельность организации летнего отдыха несовершеннолетних по указанному адресу была признана незаконной. Суд обязал директора Центра прекратить деятельность по организации летнего лагеря. Директор, не устранив выявленные судом нарушения, возобновил осуществление деятельности по организации летнего лагеря по предоставлению детского отдыха. По уголовному делу следователям Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Отметим, исполнение решения суда и ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора Тверской области Сергея Лежникова. Тем временем, по нашим данным, некоторые родители не согласны с результатами проверок и решением суда. Они считают, что лагерь, где отдыхают их дети, вполне комфортен и безопасен. Хотя, и это отметили в Министерстве образования региона, дети находятся в ситуации, небезопасной для жизни и здоровья. Здание, в котором они проживали, не оснащено автоматической пожарной сигнализацией. Кроме того, в свободном доступе на кухне были обнаружены антипсихотические препараты. В результате обследования объекта было принято решение, что дети там находиться не могут. Заметим, незаконное место отдыха было выявлено в результате мониторинга, организованного по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени. В настоящее время часть находившихся на отдыхе детей родители забрали домой. Остальные доставлены в оздоровительный лагерь «Салют». Специалистами принимаются меры к недопущению новых заездов детей в несанкционированный лагерь. Необходимо отметить, что организатор незаконного лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за подобные деяния. Тогда, в соответствии с судебным решением, он был приговорен к 240 часам общественных работ за незаконную организацию отдыха детей, не соответствующему требованиям и нормам. Мы следим за ходом событий.